Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Духа, который будет обитать в этом мире, который будет наполнять сердца людей, чтобы они воспринимали все те подвиги, совершенные Христом, через Его рождение, через Его проповедь страдания, воскресения и вознесения. И вот уже две тысячи лет этот Святой Дух пребывает в Церкви Христовой, укрепляя ее, созидая ее и возводя каждого верующего человека подобно Христу от земли к небу. Не случайно, что в первое воскресение после Дня Святой Троицы, после Дня Рождения Церкви, мы совершаем память всех святых, которые жили на этой земле, благоугодили Богу и теперь пребывают со Христом в Церкви торжествующей, в Царстве Небесном. Сегодня Господь открывает перед нами всю историю Церкви. Он говорит нам о том, что не случайно пришел в этот мир. Что силой Духа Святого, миллионы людей, уверовав во Христа, изменив свою жизнь, стали святыми. Поэтому Господь сегодня говорит нам, что я умер не зря. Есть многие, кто последовали за мной, кто уверовали в меня, и ни одного из этих людей я не забыл. Они сегодня со мною в раю. Вот символ и смысл сегодняшнего дня. Святым Духом Господь многих людей привел в Царствие Небесное. В сегодняшнем Евангелии Господь призывает своих апостолов на проповедь. И Он говорит им удивительные слова. Эти слова впервые были обращены к ближайшим ученикам Христа, но имеют отношение ко всем святым и каждому из нас. Потому что все мы, пребывающие в Церкви, призваны стать святыми. Господь говорит нам в Евангелии сегодняшнем. Я посылаю вас в этот мир, как овец среди волков. Не бойтесь, я победил этот мир. Тот, кто любит отца своего или мать свою больше, чем меня, тот не достоин меня. Тот, кто любит сына своего или дочь мою, не достоин меня. Это слова Христа, дорогие братья и сестры. И эти слова может нам сказать только тот, кто любит нас больше, чем наши земные родители. Эти слова может сказать нам только тот, кому мы обязаны больше, чем нашим матерям и отцам. И эти слова может сказать нам только Господь, только тот, кто наших собственных детей любит больше, чем мы сами. И вот все святые, память которых мы сегодня прославляем, начиная с апостолов, заканчивая новомучениками и святыми наших дней, они действительно возлюбили Бога больше всего, что, казалось бы, может быть дорогим для нас в этом мире. Больше своих родителей, больше своих детей, больше всего того, что по земным меркам составляет счастье человеческой жизни. Конечно, в Евангелии есть еще несколько выражений, которые могут смутить наши сердца. Господь говорит, что я принес на эту землю меч для того, чтобы разделить родителей от детей, отца от матери. Это страшные, казалось бы, слова, но очень справедливые. Церковь толкует их в духовном смысле. Здесь под родителями, говорят святые отцы, нужно подразумевать все эти земные привязанности, которые есть в нашей жизни. Нашу прежнюю греховную жизнь, наши прежние греховные поступки. Господь говорит, если ты их не оставишь, то ты не сможешь быть со мной. Если не оставишь детей своих, то тоже не можешь быть со мной. И вот под детьми святые отцы толкуют и говорят о том, что здесь Господь подразумевает все наши земные дела. Все то, даже доброе, что мы сотворили, то, что может составлять гордость нашей жизни, наши добрые поступки, наши добрые свершения. Если мы их не оставим, если они полностью нас поглосят, то мы тоже не достойны быть со Христом. И, наконец, Господь говорит, если кто-то не оставит дома своего и не последует за мной, тот тоже не достоит меня. Под домом здесь подразумевается жизнь человека без Бога. Если мы не оставим такой жизни, то мы тоже не можем быть со Христом. Вот смысл этих, казалось бы, страшных, но совершенно справедливых слов, которые нам сегодня говорит Господь. Отправляя своих учеников, Христос говорит им, когда пойдете в этот мир, я буду укреплять вас. И помните, что ничто тайное не останется тайным. Все тайное станет явным. И здесь под тайным Господь подразумевает все-все страдания, лишения, скорби, которые испытывает человек, идя за Христом. Господь говорит нам, не смущайся, иди за мной. И любое то доброе дело, любую скорбь и любое испытание, которое ты претерпел за меня, я буду помнить. И если ты исповедуешь меня перед Отцом моим Небесным, если ты не отречешься от меня, то я исповедую тебя перед Отцом моим Небесным. Это самая высокая награда, дорогие братья и сестры, которая может быть только в этом мире. То, что Господь исповедует нас своими, назовет нас по имени в Царстве Небесном, перед ангелами, перед святыми и перед Отцом своим Небесным. Вот мера той награды, которую Христос обещает тем, кто последовал за Ним. Если не оставишь Отца своего и Матери, или детей своих, не можешь идти за мной. Какие тяжелые слова. Но через них Господь говорит нам о том, что наши близкие часто могут не разделять с нами веры во Христа, могут смеяться над нами, могут не принимать наши веры. Конечно, мы не должны оставлять наших близких, мы не должны оставлять наши дома, поскольку Апостол Павел говорит, что через верующего мужа освящается неверующая жена, так же, как и через мужа верующего может освятиться неверующая жена. Что же обозначают эти слова? Отставь Отца и Матери. Я отделю тебя от Отца и Матери, от детей твоих. Господь говорит, если кто-то в доме твоем не верует во Христа, то ты не должен его оставить, но ты должен все свои мысли отделить от мысли неверующего твоего близкого человека, от Отца или Матери, от своего ребенка. И дела, которые совершает твой неверующий близкий человек, ты не должен совершать. Вот смысл и значение тех слов, которые обращает нам Христос. Поэтому самая большая проповедь, которая может быть нами, явлена этому миру, это наши собственные дела. И дай Бог, чтобы через наш жизненный пример близкие нам люди, наши родители, наши дети, наши семейные, тоже уверовали бы Христа, тоже пришли бы к Богу. Потому что нас Господь, всех верующих в Него назвал ссорью земли и светом этому миру. Господь говорит, что через нас, через нашу проповедь, через наши добрые поступки весь мир должен осветиться. Господь принес за нас жертву на кресте. И смысл нашей жизни заключается в том, чтобы мы откликнулись на эту жертвенную любовь, которую открыл нам Христос. Чтобы мы последовали за Ним. Будем помнить, дорогие братья и сестры, что ни один человек не родился святым. Все те святые, они были такими же людьми, как и мы. Они пришли в этот мир, имея первородный грех, греховные склонности. Но они победили в себе грех силы Божьей и силы Святого Духа. И сегодняшний день посвящен всем святым, сразу после Пятидесятницы, для того, чтобы никто из нас не подумал, что эти святые стали святыми по своим собственным заслугам, по своим собственным добрым делам. Нет, они стали святыми силою и действием Святого Духа. Мы об этом тоже должны помнить. Дай Бог, дорогие братья и сестры, чтобы каждый из нас вспомнил призыв Христа. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Каждый из нас призван к святости. Каждый из нас призван быть другом и братом Христа. Помоги нам, Господь, хотя бы немного в своей жизни воплотить тот образ, который открыл нам Христос. И будем помнить, что ни одно доброе дело Господь нам не забудет. Он все тайное, что пытался укрыть этот мир, Он все тайное откроет перед Отцом Своим Небесным и перед ангелами Своими. Аминь. Спасибо Вас, Господь.